Совсем скоро на этой площади среди асфальта и бетона появится водный островок. В этом году Газпром добычи на дым по случаю своего 50-летия подарит городу пешеходный фонтан. И тогда на дым станет третьим городом на Ямале, который летом будет утопать в облаке водяных брызг. Создадут их 50 струй, бьющих прямо из-под земли. Хороший подарок – большой труд. Третий месяц в центре города продолжается обустройство зоны отдыха «Северное сияние». За это время проведен комплекс земляных работ, проложены инженерные коммуникации, утеплены и смонтированы внутренние конструкции и сети освещения фонтана. У нас были сложности, когда мы делали проходы под дорогой для подключения к городским коммуникациям. Очень сложная работа была по устройству вот этой вот монолитной плиты. Дело в том, что нам пришло 45 кубов этого бетона, готового бетона, снова в Уренгое. И нужно было эти 45 кубов одновременно, в один день разровнять, установить опалубку. Сложные работы были по армированию, там кучу проволоки нужно было навязать, арматуры, для того, чтобы бетон приобрел необходимую у нас прочность. Сейчас основные силы брошены на благоустройство территорией. Для этого понадобилось около тысячи кубов песка. Важно подготовить основание для следующего этапа – укладки керамогранита. Сегодня на повестке дня у нас продолжение работ по подготовке поверхности для укладки керамогранита, подготовке поверхности для укладки тротуарной плитки. Очень важны эти работы, поскольку насколько качественно мы подготовим поверхности, настолько затем мы сможем выполнить и основные отделочные работы. Одна из важнейших стазей – пусконаладочные мероприятия. Тогда и будут испытывать и настраивать свето, воду и музыкальные эффекты новой зоны отдыха. Это авторский проект сотрудников «Газпромдобыча на дым». Дизайнер Анна Букина два месяца строила 3D-фонтан на компьютере. Один эскиз смеял другой, пока не появился проект, который сегодня воплощается в жизнь. Идей было много. От различных геометрических форм, но остановились в итоге на форме квадрата. 50 струй. Привязали это все к 50-летию «Газпромдобыча на дым». Постарались это все показать на выкладке, брусчатке. Здесь будут и светодиодные скамейки, и куб, который будет показывать нам северное сияние, переливы, всю красоту и музыку. Огни, которые будут освещать эту площадку. Кстати, дарить фонтан к процветанию. По фэншую он активизирует зоны денег и богатства. А психологи уверены, что звуки текущей воды благоприятно воздействуют на человека. Снижение тревоги, снижение уровня кортизола – это гормон стресса. Я очень надеюсь, что наш фонтан – это будет одним из самых любимых мест на Дымчан, где будет очень много народу, как детей, так и взрослых, где можно будет не только провести спокойное время, но и привести, как я сказала, мысли в порядок, успокоиться, поднять себе настроение. И, как говорится, с водой нужно дружить. Вода нам придает силу, бодрость и здоровье. За этой стройкой уже несколько месяцев наблюдает весь город. Одни появление такого водного подарка не оправдывают, другие с радостью принимают. Но с уверенностью можно сказать точно – фонтан – самый ожидаемый объект на Дыме. Самое главное – ответственность. Нам нужно, чтобы этот наш подарок городу работал. Зона отдыха «Северное сияние» будет радовать на Дымчан круглый год. Летом они смогут любоваться водным шоу, а зимой подсветка площадки будет повторять цветовую гамму самого красивого природного явления Арктики – «Северного сияния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова